В Заречном есть все для интересного и содержательного досуга. В этом убедились члены ветеранских организаций города. Для заслуженных зареченцев провели экскурсию по библиотеке семейного чтения. Моя задача представить библиотеку как модное место, где горожане проводят свой досуг. Сюда можно прийти всей семьей, приятно и с пользой провести время, а также поучаствовать в работе трех наших клубов. Субботние посиделки, былина и клуб рукодельницы. Гостям рассказали об истории создания библиотеки, познакомили их с книжными фондами. Ветераны увидели издания, представленные на абонементе. Оценили богатство выбора в читальном зале. А самое главное, увидели, что это действительно библиотека семейного чтения. Здесь можно найти интересную книгу и для взрослых, и для детей. Мы народ любопытный, и хочется нам все больше и больше знать. Поэтому мы сюда пришли. А где вы до этого уже побывали? Мы до этого побывали в детских садах. Мы были очень много, у нас молодцы, у нас наша администрация, у нас старается. Подобные экскурсии проводятся в рамках ознакомления зареченских ветеранов социально значимыми объектами города. Эту идею предложил глава городской администрации. Ветераны это начинание активно поддерживают. Говорят, что экскурсии нужно проводить как можно чаще. Эти поездки помогают заслуженным зареченцам ощущать свою причастность к жизни в городе. Общаться, открывать для себя что-то новое. Исходя из предыдущих всех встреч и экскурсий, люди очень довольны. Люди многого не знают того, что у нас в городе имеется здесь, вот этих именно социально значимых объектах. С удовольствием получают информацию, рассказывают о них другим. И потом же другие следующие члены этих ветерановских организаций просят повторить эту экскурсию, чтобы тоже ознакомиться и увидеть много интересного. Впереди у ветеранов еще много экскурсий и познавательных встреч. И с каждым разом участие в них принимает все больше пожилых зареченцев, которым небезразлична жизнь города. Дмитрий Балясников, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Дмитрий Балясников, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...